Ну, салон узковатый нам для ребятов ходить здесь, пройти тоже. И сиденье выйти только для садика и первоклассников. У нас же 10-й, 10-й класс учатся, они крупные ребята. Миниатюрные кресла удивили водителя, ведь по сравнению со стандартными в «Газеле» они в два раза меньше, а значит меньше поместится и детей. Но в принципе новым машинам в школе Низипетровской рады. Всего автобус там собирает 60 школьников. Раньше был только пазик, теперь их будет три. Ну, здесь удобнее нам все, все под руками, и теплый весь. А самое главное, тепло видеть надо, детечка, больше ничего. За счет федерального бюджета в регион прислали 55 новых автобусов «Газели» и «Пазики». Больше всего сразу 7 машин отдали в Агаповский район. Там проблема была самая острая. Да и в целом по региону стало больше школьников, которых надо ввозить на уроки. За пару лет количество детей увеличилось с 17 до 19 тысяч. Сейчас на маршруты ежедневно выходят 608 автобусов. Это без учета тех, которые сегодня, они еще не вышли на маршруты. И вот эти 608 автобусов, а маршрутов-то больше у нас, 689. То есть мы сейчас закроем там, где по два маршрута выполняли, иногда и по три. Вот сейчас закроют эту потребность. Еще немаловажный вопрос – возраст водителей. Многие шоферы предпенсионного возраста. А значит, совсем скоро потребуются новые кадры. Чтобы не образовался дефицит водителей, чиновники уже должны их искать. Вместе с муниципалитетами сейчас отработаем. На современной технике, особенно если мы говорим о безопасности детей, конечно, зарплаты должны быть повыше. Министерство образования Челябинской области поручение дал сейчас с муниципалитетами. Это вопрос от работы. Вообще вопросы заработной платы, они сегодня одни из ключевых. За счет регионального бюджета в этом году также закупили автобусы. Всего 20 штук. В начале следующего года должна прийти новая партия машин. Ренат Баяков, Дмитрий Бачко, Роман Поротиков, 31 канал.